Ну чё, всем здорово! Долгожданное возобновление рубрики с обзорами. Вот, я знаю, что все думали, что эта рубрика закрылась, но она была лишь на небольшом перерыве. Вот, сегодня у нас в гостях, у меня в гостях, человек, который довольно часто будет у меня в гостях, кстати. Но это по делу, а не то, что вы подумали. Вот, и, короче, это кто у нас? Dave Baby. Dave Baby! Также известная, как Женя Селезнёва. Вот, короче говоря, смотрим мы сегодня фулл парт Егора Приходько. Это у нас чел оригинали из Хабаровска, но сейчас живёт в Москве. Мы с ним давно уже довольно общаемся. А ты как-то взаимодействовал где-то с Егором? Да, мы с ним гоняли в Москве вместе. Интересно. Вот, и, собственно, мне этот чувак всегда нравился по катанию, всегда следил за ним. Очень давно. Один раз мы пересеклись в Москве, вместе поснимали. У Егора, получается, несколько трюков в Спайдер Маусе, в Друзьях. Вот, чем я, как бы, очень горд. Было суперкруто с ним снимать. Он очень продуктивен, всегда заряжен на съёмки. Вот. Смотрим сегодня партию, которая называется Ле-Но-Е. Это по-французски. Ты была во Франции когда-нибудь? Нет, это моя мечта. Не была? Почему ты думаешь, что была? Вот. И с французского я подготовился. Ле-Но-Е переводится как утопленник. Е. Что бы это могло значить? Я думаю, сейчас мы проверим. Что-то ещё я хотел спросить у тебя. Забыл. Забыл. Что я хотел тебя спросить? Я вспомнила взаимодействие ещё с Егором Прихольцевым. Я всё у него пыталась подношенный скейтом бешенку бить на зиму. Сноу-скейт? Да. А, да. Он очень лютый сноу-скейтер. Прямо жёсткий. Да, крутой. И получается, предыдущий парт у него выходил на сноу-скейте и снимался тем же оператором, что это партия, которого зовут Даня Андреевский. Это супер талантливый чел, такой, можно сказать, не сильно известный, но я думаю, это продлится недолго, так как его видео супер талантливые, на мой взгляд, мне очень нравится. Вот. Блин, ты что-то мне не даёт покоя, что я ещё хотел сказать? Что я ещё хотел сказать? Ты не понимаешь, что я хотел сказать? Нет, я уже приступила к просмотру. Ну ладно, тогда погнали. А, почему именно Женя? Почему-то Егор и Даня говорят, позови Женю. Типа, я думал вообще сначала один записать, но я не знаю почему, с чем это связано. Они говорят, давай Женю, она типа круто будет рассудить, короче. Я такой, ну ладно, зовём. Maybe. Хы. Всё, поехали. Я видел видео. Это партия Егора Приходько, Лена Е, что переводится как утопленник. Смотрим. Перевод предыдущей серии, инкубусе. Инкубус, это так назывался, получается, сноускейтерский профайл Егора. Вот. Я смотрела. У нас было точно такое же зеркало на хате. В расе. Когда мы ездили в тур. Редактор сwo... Корректор В.Алard 진짜 есть. Корректор В.Алдувей,��, сразу оценивать технику прыжка ну если в плане соревновательной техники это ниши уровень а так мне понравилось я бы не рискнула как ты понимаешь ну точнее давай сейчас досмотрим вступление как вот ты поняла вступление ну типа вхождение в погружение мир скейтбординга не знаю отражение ну я вообще знаю прям дословный ответ что именно сведу но когда я увидел я сразу понял что он тащит клаву ну я что подумал точнее он тащит клавиатуру по земле и сливается с природой как бы с помощью прыжка воды он воду он одет как офисник типично он собственно так работает в офисе я я сразу подумал что блин он типа ему надоело работать в офисе и он решил воссоединиться то есть потрогать траву своего рода и клава у него это как бы вот его инструмент он с ней вышел из офиса и решила соединиться с природой вспомнить что он реальном мире потрогать траву типа вот и как бы свое естественное свое естество перегрузиться а вот естественный гор на скейте я вот так это понял плюс-минус так мы видим парк победы хо хо вот это сразу мне нравится топчик хватается все ну кстати по такой траектории это не припомню там дорогу прикольно такое лайтовое начало в общем то все стоит в москве точно не знаю нет по моему из нижнего врага лучше спотов-тыгенские виду как круто и очень опасно жестко но и прикинь можно же всякое вообще там придумать а как я понял там в москве короче это не где-то там Я не знаю, где это, но это круто. Супер круто, спот топ, я бы хотел там очутиться. Надо ещё резкий щелчок делать, потому что... Ну, видно, что это сложно, из воды, во-первых, вот. Сложно, эффектно, необычный спот, я бы хотел там оказаться, но со вторым комплектом одежды желательно. Я так поняла, что у него много времени это не заняло, даже брызг не много. Без брызг? Без брызг. Всё как надо. Но всё-таки они есть, вон, но... Ну, минимум брызг, это круто, правильно? Да. Правильно. Едем дальше. What the fuck? Как этот трюк называется, как ты думаешь? Какой? Не до impossible, перешок. Нет, это pressure отмена, но я называю его Джесси Альба, потому что есть скейтер, Джесси Альба, он всё время его делает. Джесси Альба с девяти или со скольки ступеней, это сильно... Это там 10 ступеней, но... То, что он другой, то... Нет? Нет. На-а-а-а! Man will hunt. Сходу просто топчик. Идеальное исполнение. На белом. С белым гранитом хорошо сочетается. Жопу уже грязную. Ну, чё делать? Он любитель... Любитель в онрайне, да? Ну, мне кажется, он скорее сейчас их начал осваивать, так как у него проблемы с коленом. Почему-то мне так кажется. Хотя это снято от Addo, наверное. Вот. Ну, наверное, да. Мне кажется, он такой всесторонний, видишь, и мануалы уже были, и волрайды, и прыжки. Тут своеобразная съёмка немного. Киз-гиз-раэл. О! Это я снимал. Только хотела сказать про No Comply, что он ещё и No Comply нехило делает. Да. No Comply, но мануал. Это я снимал единственный трюк, который я снимал. Это, получается, не вошло в Spider-Mouse, и они использовали это для своих целей, что я очень рад. Чему я очень рад, конечно же, тут побывать в качестве оператора хотя бы. Чётко. Настаю ещё подозревать. 3-с-с-шут довольно редкий трюк, кстати. О-хо-хо-хо-хо! Как это оценит. Мне очень понравилось. Киночки. Ну, это не кинки, это волны. Это волновой кинг, можно сказать. Прикольно. Офигенно. Мне кажется, он может выкинуть... Тебя может выпрыгнуть оттуда. Довольно тяжело такое контролировать, правда? Да. Мне кажется. Я почему-то думала, что его с Маскетти на дорогу. Вот этот спот. А мне кажется, что такую дорогу я уже встречала. Возможно. Но, тем не менее, сколько этот спот существует, он довольно заезженный. Но именно мэнл комбо тут не сказать, что часто встречается. И как он идеально сделал? Липс лайт на мэнл. Ещё и флип. И там три ступени, они довольно удлинённые. Как бы, да. А не не сказать, что лёгкие сами по себе. Ну, по меркам трёх. Я считаю, что комбо это топ. И просто идеально сделано. Чё-то, конечно, было так нормально. Блин, как же ему вышли длинные волосы, кстати. Он мне не нравится. Не нравится? Нет. Ты чё, он как православный поп на скейте был. Так же, так же выглядело. Да не, на самом деле, мне вообще нравилось, наоборот, волосатенький. Егорка это был. Третий мэнл флипался. Хочется и не забирать. О, показали. Да. На, липчик. По дворовой перилке. И смит. Идеально. То есть уже были мануалы, уже были райлы. Причём, не один. Уже были прыжки. Уже были волрайт. Уже были нокам. Егор разносторонний себя показывает довольно. Это какой-то гостевой. Челик. Это тоже лоракозавизм. Что это? Ну, яша. О, яша. Чётко. Почему? Мне не нравится этот скейтер. Мне наоборот. Без объяснения причин. Не в твоём вкусе? Не в моём вкусе. Ну, я понимаю, о чём-то бывает так, да. Но, наоборот, мне, короче, Яков Кан кажется каким-то особенным. Не знаю, он прям особенный. Нет? Ну, тебе не нравится? А мне наоборот, короче, прям вот как-то. Хотя я его даже ни разу не видел, по-моему, в жизни. Но какой-то он особенный. Каждый видит от него прям, блин, какой-то шедевральный. Ну, на мой взгляд. Ну, старая бельяная парень. Старая бельяная? Такой способ есть у нас всегда. Это мост? Это один из моих любимых скейтеров. А, это четвёртый? Да. Номер четыре. Он как арсенал. Добавляю. Вот, кстати, одно из преимуществ... Они в основном снимают на 2.100. Одно из преимуществ 2.100 перед 2.1000. Это в темноте. Довольно неплохо кадровый видит. Да, у меня была 2.100, и мы тоже гонялись с ребятами в темноте. Вот, как бы, именно с low-light съёмки выглядят лучше. Предпочтительнее на 2.100, реально. И вот сноускейт профайл у него снят почти всегда в тёмное время суток, зимой. Ну, зимой, соответственно, темнеет же рано. И выглядит так сочно, на тысячные было бы хуже в разы. Это факт. Чётко. Уоу! В дороге! Мы, короче, ходили как-то с ним. Это на районе, где Егор живёт. Когда мы были в Москве, проходили, что-то думали, но ничего не сделали. Но это прям жёстко, на самом деле. Это прям жёстко. Узко и длинно довольно. Ещё и в дороге. Есть, да? Наклон какой-то. О, вот это неплохо. По-моему, нет. Вот, то есть это не даунхил, а просто. Вот road gap такой тяжёленький, реально. Прикольно выглядит. Интересно. Какая-то тысячная, видно, сразу. Уоу! 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 Я почему-то вот эти вот заездики не особо люблю. Мне больше щелчки нравятся. Да ты чё? Да. Ничего себе. Я бы вообще не щёлкал, если не быть моя Оля. Сейчас тренд такой, наоборот. Анти-щелчок. Я не в тренде. Ну и хорошо, в общем-то. Ладно, далее. Уоу! А вот это как тебе? Это твоя тема. Не совсем. Я вот именно... Хватать за всякое. Нет. Моя тема в планты, а это фаст-плант. Это другая техника совершенно. Я вот, кстати, не умею. И вот это довольно сложно. Реально, это сложно. Мел умеет. Мел, да. Мел профессионал в хватании за всякое. Это сто процентов. Ну и как и Егор. Ну, блин, сочно, сочно. На самом деле, не так уж много кто делает. Это лещ. Знаешь, что такое трюк? Олесь. Я знаю только название этого трюка. Лещ это классика. И один из немногих, кто до сих пор лещ делает и практикует, это Егор Приходько. Это вообще круто. Уехал только грязный. Вообще, уехал или нет? Как будто обрезан. Ну, мне кажется, уехал. Я не думаю, что он сюда. О, ты грань, кстати, и в Даунхиле. По-моему, это Сочи. Я только хотела снять. На Сочи, помню. В Сочи столько Даунхилов. Я когда там был, я думал, блин, ну почему нет операторов. Не, да, да. Но в Сочи это просто, это город из Даунхилов. Кстати, ты не был в Дивногорске. Бля, я очень хотел бы быть в Дивногорске, но я там не был, да. Ну, а что? История заканчивается? Да, я смотрю. Да, давай. Он был в костюме, а вышел в белой одежде. Как ты думаешь, что это значит? Он перевоплотился. Теперь он леший. Теперь он ангел в белом. Со скейтом. Обменял Клаву на скейт. В принципе, примерно понятно, что я имелась в виду. А? Всё понравилось, не хватило трюков по грамме. Круто, что много дорожек, я люблю дорожки. На самом деле, видишь, даже на 6 минут получилось. Ну, понятно, что там вставки, не вставки, история за кадром. Но в целом... И, блин, вот у Егора ситуация с серьёзной травмой колена. То есть, если б не травма колена, я думаю, было бы полное мясо. Ну и так, очень круто. На самом деле, разностороннее получилось, органично всё смотрится. Ну, как по мне, супер. Егора давно люблю очень, очень давно. И, как бы, эта партия ещё, ну, тоже будет в анлов всегда в сердце. Потому что реально сделано. Ну, и, соответственно, что я могу сказать по поводу того, как она сделана, собственно? Я как раз хотела сказать. Даня Андреевская. Мне очень понравилась картинка. И по цвету тоже очень понравилась. По цветокоррекции, как там правильно это говорить. И сама склейка. Всё такое. Склейка. Всё такое вроде и плавненькое, и энергичное. И музыка мне тоже понравилась. Ты всё на одном дыхании сидишь, смотришь спокойно и видишь каждый трюк в отдельности. У тебя это всё не плывёт. Согласен с тобой. Всё органично. Да. Нет такого, что, блин, зачем я это встал, зачем, по-моему, всё. Как бы, да, есть как бы трюки. Даже вот, зная уровень Егора, не сильно там жёсткие. Но они органично как-то вписаны и всё в тему. И идёт вот именно что требуется от произведения. Я считаю, что понашло одной волной, вот такой. Ничего не выбивалось. И именно тут этого удалось добиться. Даже несмотря на то, что разные камеры были использованы. Там была EVX 1000, EVX 200. И вот эта сама история с этой клавой снята, я так понимаю, на другую камеру какую-то. Вот. Что могу сказать по поводу всего продакшена? Короче, это на самом деле вообще сумасшедший уровень. Реально, как всё выглядит. Вот когда первые вставки ты видишь, это как будто ты реально фильм смотришь. Ну, то есть настолько это... Это абсолютно не по-дилетантски, как у большинства видео, да, выглядит. И вот Даня Андреевский пропагандирует, видимо, вот эту кинематографичность. Ну, блин, это же прям новое... Это совершенно новое слово, я считаю, в российском скейт-видео. В российском, да. Да, я слышал разные мнения уже по поводу этой партии. Одно из мнений было одно... Ну, от известного довольно скейтера, не будем называть. Вот. И он сказал, что типа много довольно понтов и ни к чему, типа вот эта пафосная подача. Но я категорически не согласен. В каком смысле? В том смысле, что одно дело, если бы это было сделать легко так, и если бы это делали все. Но добиться того, чтобы это выглядело именно так, настолько хорошо, это реально сложно. И этому тоже ещё надо было уделить время и желание. Конечно, так сама идея, и время, и реализация, то есть на очень крутом уровне. И это нельзя как бы не уважать, потому что, ну... И то есть с этим мнением кардинально не согласен, что много понтов, как бы каждому своё, но сделано качественно. Круто. Как бы попробуй-ка так сделать. Нифига. Это реально сложно. Вот поэтому сумасшедшая работа Дани Андреевского. Я считаю, что это на самом деле абсолютно гениальный филмер. Пока что не сильно известный, я так понимаю. Но всё впереди, потому что, ну, то, что он на данный момент делает, это прям новое слово. Ну, для меня лично это открытие. Супер круто. Всегда любые видео от Дани смотрю. Чтобы не было, как бы, недопонимания, мы записываем это... Какого числа? Седьмого числа. Вот. Собственно, через... Сколько время? Двадцать пять. Через полчаса этот будет файл онлайн. А мы, как бы, я получил его уже где-то несколько дней назад. Короче говоря. Неделю, может, назад. Вот. Уже было время, как бы, посмотреть несколько раз. Выйдет он на канале «Жизнь Палыча». То есть Палыч берёт на себя, я так понимаю, своим каналом функцию, как бы, некого скейт-мега. Ну, скейт-мег. Вот есть скейт-меги, который поезд. Он берёт на себя, как бы, национального скейт-мега. И это здорово. Это, на мой взгляд, отличная идея. Потому что у многих, как бы, какие-то видео выходят, но у них там нет какого-то... Хоть сколько-нибудь раскручиваемого, раскрученного канала. И почему бы не запостить на жизни? Это всегда будет больший охват и, как бы, здорово. Так что, если у вас есть какое-то хорошее видео, можете присылать Палычу. Он всегда, я думаю, рассмотрит. Но только надо свои силы нормально оценивать. Склейки комара не надо присылать, я думаю. Надо присылать всё-таки, сопоставлять, что там уже выложено, и примерно свой уровень понимать. Отправлять Палычу, и, как бы, почему нет, можете запоститься на жизни. А мы всегда можем посмотреть и оценить, да? Да, я могу про это видео сказать, что оно красивое. Красивое, безусловно. Егор красивый, трюки красивые, видео красивое, все красивое. Добро и позитив. Ну, ладно, короче. Ну, ладно. Отличное видео. Давай, наверное, что там дальше? Только титры, да, у нас идут. Спешл сэнкс, да, ну, понятно. Ты думаешь, как в фильме ещё за титрами? Ну, как бы, я из уважения... Пасхалка. Да, кстати, в Спейдер Маусе пара пасхалок в титрах будет, между прочим. Ну, ладно, это уже совсем другая история. В общем, с вами был Первенец и... Женя. Женя Селезнева. А.К.А. Дай Бэйби. А.К.А. Ныряющая Бэйби, бывшая тарелочница. Ну, это ладно. Сейчас нынешний действующий скейтер, который снимает трюки. Всё. Всем пока. Давайте до следующих выпусков. Спайдер Маус, кстати, буквально вот через пару недель в сети. Надеюсь, хоть кто-то ждёт. Хоть... Не, всё готово. Не надо тут. Вот. Надеюсь, хоть один есть фанат, кто ждёт. Хыыыы. Ладно, всё. Всем пока. Ну, вот хотя бы. Всё, давайте. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...